К месту, где велись переговоры, съехали сотрудники силовых структур во главе с верховным главнокомандующим Анатолием Бибиловым. В метрах 300 от места встречи было выставлено оцепление для безопасности жителей села, которые крайне обеспокоены сложившейся ситуацией, и собрались здесь, чтобы узнать итоги переговоров. Накануне грузинские полицейские вошли на территорию Южной Осетии. Они прорыли сюда дорогу и поставили свой пост. На данный момент идут переговоры. Юго-Осетинская сторона заявила, чтобы грузинская сторона убрала свой пост. Переговоры с грузинской стороной ввел полномочный представитель президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мураджиоев. Встреча проходила в присутствии международных наблюдателей ОБСЕ и длилась несколько часов. Мураджиоев доложил главе государства об итогах, а после они пообщались с журналистами ГТРК ИР. Как отметил президент, прежде всего нужно использовать дипломатические методы и путем переговоров урегулировать ситуацию. В районе в целом ситуация сейчас стабильная. То есть народ, который проживает в селе Циннилисом, он, конечно, напряжен, но сохраняет спокойствие. Только что закончились переговоры контактной группы. К сожалению, Грузия пока разумного решения вот этой проблемы не предлагает. Вот те предложения, которые с нашей стороны, они, к сожалению, отсеиваются. Что касается самого села Циннилисца, я дал уже команду, чтобы пограничная служба Республики Южная Осетия полностью взяла под контроль территорию этого села. И дальше будем, конечно же, работать над тем, чтобы вот этот незаконный пост был снят. В свою очередь Мураджоев прокомментировал ход переговоров. Перед началом встречи представители международных организаций ОБСЕ и Евросоюза встретились с жителями села Циннилис. И жители села имели возможность высказать им обзабоченность в связи с выставлением грузинского поста совершенно недалеко от села. Пост прямо нависает над селом и над дорогой. Обсуждение было в рамках повторяющей МПР, то есть все стороны, участвующие в МПР были. Наши требования одно, чтобы этот грузинский пост, наличие которого напрягает ситуацию, был снят. Грузинская сторона пока что не пошла на уступки, хотя их аргументы о выставлении поста совершенно для нас неприемлемы. Мы им сказали, что если речь идет, как они сказали, о безопасности жителей села, пусть поставят в пределах села. Но при чем ценились? И в итоге долгих разговоров мы все-таки пришли к тому, что надо продолжать разговоры, то есть в рамках женевских дискуссий, в рамках механизма по урегулированию конфликтов, провести очередную техническую встречу. Наше предложение не затягиваться этой встречей и провести их во второй половине в понедельник. Ну, каждая сторона будет согласовывать. Но хочу отметить, что у нас позиция четкая. Этот пост там не должен стоять. Грузине предлагали другие варианты, что там не вооруженный пост, 12 человек, будет 15 человек. Наша позиция, что там не должно быть ни одного человека, и этот пост не должен быть. Само наличие этого поста является фактором для стабилизации ситуации. Президент особо отметил, что позиция нашей страны неизменна. Грузинская сторона должна убрать незаконный пост с территории Южной Осетии и прекратить его обустройство. Анатолий Ильич, а можно сказать, что люди, которые здесь живут в близлежащих селах, они сейчас в безопасности? Сегодня, с этого момента, они в безопасности, потому что их будут охранять пограничная служба Республики Южной Осетии. Глава государства заверил жителей близлежащих сел в том, что предприняты все необходимые меры безопасности, и они могут ничего не опасаться. Глава государства заверил жителей близлежащих селах. Алан Тибилов, Джонни Техов, Рауль Кочев. Информационный выпуск сегодня.